Добрый вечер, Марат Амирович! Добрый вечер, Светлана. С первого раза прям. Отлично. Отличный день. Вас прекрасно слышно, прекрасно видно. Перейду сразу к делу. Здорово. Давайте, да, начнём. Тут поступило предложение, которое меня на самом деле улыбнуло. Друзья, давайте ведём коллективное управление фондом через выборный и сменяемый совет директоров с возможностью каждого инвестора через цифровую платформу повлиять на принятие стратегических решений. Вот такую рекомендацию дал наш один из инвест-партнёров на отчётном вебинаре. Но, Марат Амирович, за ним последовал вопрос. На ваш взгляд, что значит эффективное управление компанией Amir Capital? Как в дальнейшем будет выстроена управленческая система? И, с вашего позволения, задам сразу второй вопрос, потому что вдруг они будут пересекаться. Будут ли проект Amir Capital зависеть от фонда? Или они, как самостоятельные единицы, будут идти параллельной дорогой, и если даже что-то произойдёт с фондом, на них никак не отразится? Надеюсь, вы запомнили. Да. И я начну, наверное, с определения слова эффективность. Эффективность – это количество затраченных усилий на получение результата. То есть, чем меньше мы усилий затратим и чем больше будет результат, тем выше эффективность. И если говорить об эффективном управлении, совершенство, ну как, не бывает абсолютного совершенства. Имеется в виду, всегда можно что-то совершенствовать и улучшать. И вот как раз блокчейн, он, наверное, скажем такое, прямое его предназначение именно коллективного управления децентрализованного. И, на самом деле, я считаю, что со временем более эффективной системы, наверное, не будет существовать. Но, на самом деле, вот блокчейн-технология, она нас ведёт именно к этому, к самому эффективному управлению. Я на отчётном вебинаре об этом говорил и задавался вопрос, как мы придём к DAO, как мы придём к полной децентрализации. И я могу такую радостную новость сообщить по просьбам многих наших инвесторов, которые не смогли попасть от статуса Ray и выше, которые по каким-либо причинам не присутствовали на самом вебинаре. Мы решили сделать такую акцию, разослать на почту. И я бы даже попросил и настаивал бы всех ребят уделить 6 часов своего времени на просмотр. Обычно и в дальнейшем отчётный вебинар – это закрытая информация, это привилегия инвесторов от статуса Ray и выше. И сейчас мы… Ну и привилегия, наверное, только присутствующих. То есть мы тут, скажем, беспрецедентную акцию делаем, наверное, впервые. Ну и, возможно, в последующем мы не будем такого делать, но в связи со сложившейся ситуацией мы… Я прямо очень сильно заинтересован в том, чтобы люди обладали полной информацией и из первых уст. И, соответственно, мы или сегодня вечером, ну или завтра утром точно у всех партнёров, инвесторов, не партнёров, а… Ну и инвесторов, и инвест-партнёров Амир Кэпитал. На почте будет письмо со ссылкой на запись отчётного вебинара, 6-часового отчётного вебинара. И вопрос о децентрализованном управлении, коллективном управлении, как раз там задавался. И я… Надеюсь. Я вот точно не могу утверждать, но про проект Solar Chain я рассказывал. И как раз мы идём к полной децентрализации в том смысле, что каждый, скажем, участник блокчейна Solar будет влиять на жизнь и развитие экосистемы в целом. И это уже, можно сказать, недалёкое будущее. То есть, в феврале мы сделаем презентацию MVP-версии Solar Chain. И первый наш продукт, Амирайди, на Solar Chain уже, я думаю, мы постараемся к Sunny Day. Ну, ребята говорят, ну, там, конец марта, начало апреля. Ну, мы приложим все усилия, чтобы на Sunny Day прям уже наглядно покатать. Ну, многие уже в феврале смогут открыть кошелёк Solar Wallet на блокчейне. Ну, я с технарями пообщаюсь, это, скорее всего, будет, ну, тестовый режим. И, возможно, ну, не все будут допущены, но многие смогут, кто хочет, смогут потестить уже Solar Chain в феврале. И в конце марта, в начале апреля уже будет первый продукт. И, соответственно, все участники нашего сообщества, экосистемы, они будут не только лицезреть, но уже на практике убедятся, как это работает. На самом деле, Solar блокчейн достаточно простая, лёгкая, открытая штука. Марат Амирович, вот как раз-таки вопрос поступил. Пару слов про проект Solar Chain. Это проект Amir Capital или Amir Capital является инвестором? И всем нам просто предлагают присоединиться в перспективное направление. Вот как раз вопрос. Это проект, инициируемый Amir Capital, но этот проект, он будет, скажем, общественной собственностью. Это, с одной стороны, это коммерческий проект, но он будет принадлежать сообществу. И, соответственно, любой желающий может к нему присоединиться. Система будет абсолютно открытая, простая, понятная. И, скажем, все, кто захотят, от мала до велика, независимо от размера, смогут поучаствовать в развитии этого проекта. И, конечно же, преследуя коммерческую цель, мы какую-то часть будем своих инвестиций держать в этом проекте Solar Chain. И мы преследуем коммерческий успех, и, соответственно, так как эта система достаточно открытая, то любой может к ней присоединяться и тоже, и в том числе, иметь коммерческий успех, финансовую выгоду от участия в этом проекте. Благодарю, что ответили. Достаточно подробно. Марат Амирович, опять же, вопросов про проекте достаточно много. Видимо, либо люди не были на отчетном вебинаре, либо все-таки не услышали той информации, которую хотели. Как и где можно увидеть цифры проектов? Например, Sunny Man. Сколько было вложено? Что имеем сейчас? Нужны ли средства на дальнейшее развитие? И когда будет розыгрыш Мерседеса? Розыгрыш Мерседеса будет, когда годовую подписку купит тысячный участник. Сейчас мы приостановили продажу годовых подписок, мы, так скажем, возвышаем ценность проекта Sunny Man, участие именно в непосредственно годовой подписке. И мы будем это делать ежеквартально или даже ежеполугодно. То есть, сейчас, ну, следующий старт продаж годовых подписок, я точно не скажу, это можно у Виолетта уточнить. Если говорить о цифрах, была презентация у нас на Амирапгрейде, возможно, ну вот сейчас у нас немножко все, скажем, омрачается нашим закрытым выводом. Да, и мы прилагаем сейчас на данный момент все усилия для того, чтобы открыть выводы в рамках планов, в рамках задекларированных дат. То есть, вот 26-28 января мы планируем уже запустить полноценно работу нашего кошелька. И, соответственно, до запуска кошелька очень, скажем, не поворачивается язык рекламировать какие-то проекты. Ну, то есть, нас сразу там, ну и наши инвесторы еще, скажем, те, которые переживают, волнуются, они начинают негативно на все это, скажем так, реагировать. А тем более и хейтеры. Хейтеры начинают нас там помидорами закидывать. Я отвечу на предыдущий вопрос, я его забыл просто, что зависит ли проекты от деятельности Амиркепитал. Все проекты абсолютно независимы. Соответственно, если что-то плохое случится с Амиркепитал, то любой проект может существовать отдельно. Ну, в частности, там, тот же Санни Мэн, Амирэксченч, Летит, Листа, это абсолютно, скажем, самостоятельные проекты со своим юридическим лицом, со своим финансированием, со своим пулом инвесторов, ну и так далее, и так далее. То есть это, да, мы одна семья, можно сказать, мы родились в одной семье, мы братья и сестры, достаточно самостоятельные. Имеется в виду, что даже без помощи экосистемы и наоборот, даже некоторые проекты, они больше привносят в развитие Амиркепитал, нежели Амиркепитал помогает этому проекту развиваться. То есть на начальной стадии, да, ну, скажем, рожден был он внутри Амиркепитал, а сейчас уже, вот, сегодня была планерка по Амиракадемии, и они, скажем, фиксировали рекордное количество... Участников. Учеников, да, учеников десятого потока, и мы зафиксировали, ну, определенный финансовый рекорд, который получила Амиракадемия, ну, имеется в виду в качестве выручки, да, там, от продажи курсов. То есть все проекты абсолютно независимые, самостоятельные, ну, со своим юридическим лицом, ну, и так далее, и так далее. Ну, Амиркепитал является таким же, ну, инвестором, скажем, ну, может быть, с большим пакетом, как и, ну, любой другой инвестор, который изъявил желание и купил долю в этом проекте. Марат Амирич, следующий вопрос, как раз-таки вы его уже затронули. Как идет работа о передаче данных новому верификатору? На каком этапе заключения договора с компанией, предоставляющей КИБС? Как раз радостная новость. Буквально 15 минут назад был подписан договор. И независимо вообще от подписания договора, то есть к устному какому-то согласию мы пришли, ну, можно сказать, еще вчера. Ну, оставалась только какая-то, ну, формальность в виде обмена подписями, да, там, ну, это тем более там на большом расстоянии все это делается. То есть с новым провайдером договор подписан, и технические работы начались уже вчера. То есть по интеграции, ну, техническому присоединению уже есть определенные, ну, вот по АПИ-ключам какие-то уже полное понимание, согласие и техническое. И уже какие-то первые шаги были сделаны. То есть работа идет полным ходом, и, ну, ребята говорят, что вот, ну, за декларированные даты, 25 число, мы успеем полностью завершить все работы, и у нас КИОСИ будет в полноценном режиме. Ну, и, соответственно, сразу следующим шагом открываем выводы. И можно будет сразу же подключать новых партнеров, правильно? Да. То есть все будет одновременно открыто. Выводы новых партнеров, конвертации или каким-то иным путем. Токен сейл. То есть все в один день, мы узнаем обо всем в один день? Да. Мы очень привязаны к верификации. Можно сказать, по остальным направлениям у нас готовность практически стопроцентная, да? Ну, то есть у нас есть в запасе время, и мы не то чтобы прохлаждаемся, мы какие-то вещи все равно улучшаем. И с технической точки зрения, и с точки зрения безопасности, с точки зрения дальнейшего развития. Ну, то есть мы уже смотрим на полгода вперед, на год вперед, и какие-то вещи дорабатываем. Ну, то есть пока делается верификация, мы все равно усиляем какие-то вещи с точки зрения вывода, с точки зрения каких-то других направлений. Ну, тот же токен сейл и так далее. И, соответственно, ну, мы прям вот к глобальному старту готовимся. Ребята, на самом деле, очень оптимистично настроены. То есть настроение внутри команды очень хорошо, скажем, выросло, усилилось. Сейчас, если мы там пару недель назад работали, ну, скажем так, в напряг, в натяг, сейчас все делается в улыбку, с припрыжкой, с шутками, и результативность, эффективность очень сильно выросла. Ребята каждые полчаса, каждый час там скидывают какие-то определенные, ну, радостные достижения. Ну, в плане того, что готово, готово, прикрутили, работает. Ну, и вот как бы сам сидишь и радуешься каждой штуке. Буквально вот минут 15 назад как раз, что договора, мне сообщили, что договора подписаны. Если подписаны договора, тогда следующий вопрос. Нужно ли будет заново проходить верификацию всем партнерам и загружать паспортные данные, либо права, какие-то иные документы? Думаю, нет. Мы постараемся, по крайней мере, найти общий язык с ансабом. Да, немножко вот, Светлана, прям нашли вы, скажем, слабое место и прям надавили на точку. У нас непонимание с ансабом пока происходит. И мы подключаем, мы уже прям в таком строгом юридическом формате с ними общаемся. И очень, как раз у нового провайдера прям огромный опыт, именно огромный опыт в плане переноса базы от ансаба. То есть для них это не первое, скажем, не первый прецедент. И они, ну, в течение, то есть у них был предыдущий кейс, и они говорят, мы сделали это все за три дня. И, наверное, завтра уже начнется перенос. Ну, во-первых, это экономия времени. Во-вторых, это экономия денег. То есть если заново проходить верификацию, это новому верификатору нужно платить. Даже без разницы. Мы рассматривали вариант, что можно было бы это скинуть на плечи инвестора, но это было бы с нашей стороны вообще некрасиво, да, там так выражусь. И это бы еще, ну, связано со многими другими, ну, такими техническими тонкостями. То есть, мягко говоря, начался, ну, скажем, путаница, да, там, путаница, кто под кем, кто за кем. То есть и это повлекло бы еще там полгода каких-то других разбирателей, да, там. И самый как раз, ну, легкий, оптимальный вариант, это был, ну, вот, именно перенос всей базы без вовлечения, ну, инвесторов и так далее. И тем более, вот, у нового провайдера, у него много разных, ну, скажем, преимуществ. Ну, я могу так немножко спойлерить, ну, вот, то, что мы в феврале хотим запустить, ну, фиатную, скажем, историю, да, там, с прикруткой дебютовых карт. Это тоже благодаря вот новому провайдеру, да, там. И он очень хорошо знаком с AML-политикой как раз Эстонской республики. То есть и немаловажно, что они в команде имеют русскоязычных специалистов, которые, ну, тоже очень сильно ускоряют, убыстряют многие процессы. Ну, я уже на отчетном вебинаре говорил, вот, то чувство, которое я ловлю, как из кинофильма «Москва слезам не верит», как раз когда, ну, как долго же я тебя искала. Ну, тьфу, чтобы не сгладить, ну, может, это как-то по-мусульмански. Кстати, поздравляю всех православных с крещением. Спасибо. Да. Ну, вот, все идет достаточно очень бойко, очень, ну, эффективно, все хорошо развивается. И, ну, вот, новый провайдер, он прям удивляет своим профессионализмом, подходом. Ну, в приятном смысле. Марат Амирович, тогда вопрос еще, если вы сказали про фиатные деньги, это, скорее всего, будет только Россия или будет возможность подключить сразу и другие страны, к примеру, вывод в долларах, в евро? Ну, сейчас на вскидку не отвечу, я могу уточнить, уточнить по географии. Ну, возможно, будут какие-то ограничения или, наоборот, не будут. Я, честно, не задавался этим вопросом. Ну, мне казалось, что любой гражданин мира может этим пользоваться. Ну, спасибо за вопрос, я уточню. Ну, у нас же инвесторы с разных стран мира, поэтому для нас, на самом деле, это очень важно. Да, ну, это, наверное, чуть позднее, это февральская история. То есть, вот сейчас, вот, до конца января, там, основное, там, запустить какие-то основные функции, да, там. Тогда по выводам, один, конечно же, из самых популярных вопросов. У нас выводы будут с ограничениями. Если да, то как это будет происходить потом? На понарастающей лимиты открываться? Либо сразу можно будет вывести ту сумму, которую хочешь? Да. Да. Ну, во-первых, это тестовый режим, и мы, ну, условно, на живую это все будем, как бы, тестить. И, соответственно, первый запуск у нас будет с ограничениями. Сейчас, ну, вот, немножечко о плохом. Меня, конечно, вот, сейчас маркетологи ругают, все, надо только о хорошем. Немножечко все-таки я о плохом скажу. Участились случаи мошенничества по поводу, вот, там, P2P-сделок, да. Пытаются взломать наши кошельки, пользуясь, опять же, отсутствием верификации, отсутствием Face ID. И, вот, к сожалению, участились эти случаи. И, ну, естественно, ну, скажем, в момент запуска плохие люди могут воспользоваться этим, да. И, вот, эти ограничения, они, с одной стороны, связаны и с этим тоже. То есть, с устойчивостью работы всей системы. Ну, то есть, проконтролировать, там, ну, скажем, чуть ли не каждую транзакцию, прям, в ручном режиме, чтобы система работала стабильно. И, да, со временем это и касается порядка, да, там, ну, вот, приведу, вот, в аэропорту, да. То есть, когда очень много людей, они натягивают ленты, чтобы люди шли, вот, ну, скажем, в определенном порядке, ну, скажем, по вот этой ленте. Иногда бывает так, что людей нет, а ленту приходится идти и думаешь, ну, что за глупость, зачем эти ленты, когда можно было прямо пойти. То есть, я, мы, ну, осознаем четко, в момент включения вывода может начаться, ну, как, хаос, да, как правильно. Ну, то есть, огромный наплыв, да, там, и чтобы, как скажем, все было, четенько работало, ну, вот, вот эти ограничения мы вводим, как раз, чтобы был, вот, в начальном этапе порядок. Когда мы... Ну, вы хотя бы суммы можете на данный момент озвучить или еще нет? То есть, 100, 200, 300, 500, 1000 или нет? Ну, пока мы заключение аудиторов не получили, я думаю, к субботе мы будем уже знать какую-то схему, ну, может, в воскресенье. Мы заранее это все озвучим. То есть, до запуска, за 2-3 дня все данные, все условия будут озвучены. Соответственно, ну, мы их, скажем, аргументируем, защитим, ну, так, чтобы клиент, ну, вот, остался все-таки, ну, не то чтобы доволен, но, по крайней мере, ему нужна, по крайней мере, ему наша логика была бы понятна. То есть, мы все обоснуем, все аргументируем, все озвучим, что будет производиться, возможно, что-то будет плавающее, да, там. Тут много разных вариантов предлагается, как и с нашей стороны, так и со стороны, там, технорей, как и со стороны финансистов, ну, и так далее. То есть, мы работаем над этим, и мы одновременно следим за ситуацией на самом кошельке, за ситуацией на внешнем и внутреннем рынке, да, там. И очень много есть других параметров, которые на это влияют, да, ну, те же внешние инвесторы, там, прогнозы по токенсейлам, да, там, вот какие-то, вот эти все моменты, они будут влиять. И, естественно, после запуска мы будем наблюдать, например, там, через, там, три дня или через неделю. Мы будем видеть уже какие-то статистические данные, и с этим будем, ну, улучшать, повышать лимиты. И у нас вообще задача, там, ну, максимум 8 недель привести, ну, полностью в состоянии, как это было, ну, скажем, до поломки, да, там, чтобы не было никаких лимитов. И при этом работало это намного лучше, чем ранее. Ранее было, там, заявки застревали в очереди, заявки могли обрабатываться, там, до часу. Сейчас мы улучшили много вот этих технических моментов, и ребята, как бы, докладывают. И мы-то внутри понимаем, что это сильное преимущество и сильная победа. И, ну, клиенту может это казаться, ну, оно же так и должно быть. Или клиенту, может быть, не было, не было так сильно критично, например, через течение пяти минут или в течение, там, часа придет, ну, вывод, транзакция. И ребята каждый день, ну, вот, радуют такими победами, и мы вот, ну, вот, в этих, скажем, мелких технических деталях очень сильно продвинулись и улучшились. Ну, и, соответственно... Будет ли комиссия на вывод? Сразу такой параллельный вопрос. Да, 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 комиссия на вывод будет. Она будет всегда, она теперь не уйдет никогда, то есть будет всегда комиссия, да? Да, честно, я склоняюсь, чтобы вот уйти от, скажем, того, что мы раньше эту комиссию брали на себя. То есть, ну, в любом случае, у нас там первый запуск будет с ограничениями, и, ну, как, она так и так была комиссия раньше, да, там, например, до пятиста долларов всегда была комиссия. Она и до поломки, и, ну, и в момент, ну, и будем наблюдать, ну, и, соответственно, мы придем, ну, по полноценной работе кошелька в плане того, что мы лучше увеличим или улучшим какие-то другие плюшки. То есть, они у нас как раз в токен-сейле и, ну, скажем, продуманы, прописаны. То есть, может, мы оставим комиссии, как у всех, ну, то есть, как у всех во всем мире, так скажем, но добавим какие-то другие свои конкурентные преимущества. Спасибо, Марат Амирович, за ответ. Ребят, я хотела сказать, как проходит у нас криптомир. Это не запланированный сценарий. Мне вопросы, точнее, вопросы поступают в директ Амир Кэпитал за сутки, либо выставляется окошко с утра. Я все вопросы собираю, формулирую их и Марат Амировичу задаю. Мы заранее с Маратом Амировичем не созваниваемся, не прописываем сценарий. Все происходит в прямом эфире. Честно говоря, я перед эфиром посмотрел сторисы Светланы, и мне казалось, что она забыла про криптомир. Я переживал, думал, может, надо Светлане позвонить, напомнить, что у нас криптомир, потому что обычно она в сторисах размещала, что вот в среду будет, а тут у нее в сторисах нету, у меня в сторисе есть, там где-то в общем сторисе есть, а я еще про себя думаю, кто же у меня тогда сегодня будет интервью. И так хотелось напомнить, но слава богу, все идет по плану. Да, так что, ребят, кто хочет, чтобы задали ваши вопросы, вы обязательно пишите их в окошко за сутки, либо в течение дня в среду. Я обязательно отберу ваш вопрос, постараюсь задать максимальное количество вопросов. Я реально стараюсь задать максимальное все, что вы присылаете. Поэтому нет заготований. Я только читал вопрос, можно озвучу? Конечно. ERC-20 пропал. Может быть, на самом деле ERC-20 будет, он работает. Может быть, на время, ну вот сейчас, ремонтных работ, ребята что-то там отключили, подключили, ну, ведутся какие-то работы. ERC-20 на месте он будет. Марат Амирович, тут еще про проект Амир-Сити поступил вопрос. Но прежде чем его зачитать, я хочу вырезку опять же из отчетного вебинара сказать. Сказать, хочу жить в Амир-Сити. Ирин, я ваш сосед сверху буду. В Казахстане жить не хочу, будем с соседями, значит. Я строить буду Амир-Сити. Как же здорово жить в своем городе Амир-Сити. Хочу быть председателем ТСЖ в Амир-Сити. Планируете ли вы еще строить город? Не исчезла ли эта мысль, идея? И если есть сроки, то тоже может какие-то озвучите. Это мой основной мотиватор. Честно. А вы не смотрели? Недавно был фильм. Я хочу задать вопрос аудитории. Смотрю, у нас 1300 человек. Недавно по Нетфликсу был фильм «Не смотри наверх». Там Леонардо Де Каппро в главной роли. Ну вот кто смотрел, может поставьте плюсики. И там была такая смешная ситуация. То есть я чуть-чуть заспойлерил, что один, который за звездами следит, специалист, я забыл, как он называется, этот специалист. Он увидел, что летит в сторону Земли комета. И комета очень большая, которая погубит Землю. И она обратилась непосредственно к своему начальнику, Леонардо Де Каппро. И когда они сделали много других дополнительных просчетов, они поняли, что Земля погибнет через 6 месяцев. Через 6 месяцев. Они должны были обязаны сообщить это государству. Они сообщили. И в составе 3-х человек они приехали в Белый дом, в Вашингтон. И сидят в очереди, ждут приема президента. И 4-й с ними, кто был генерал, ну генерал космических войск, я так понимаю. И они долго сидели, долго ждали. И генерал отлучился и пришел с несколькими бутылками воды и с несколькими пакетиками то ли чипс, что-то съедобное. И он говорит, ребят, купил, 10 долларов стоит, с вас по 10 долларов. Он собрал генерал армии, космических каких-то войск, с ученых собрал по 10 долларов. Потом генерала вызвали, он убежал. А они все ждали, ждали. И вот эта специалист девушка пошла на кухню поискать, где там это все продается. И узнала, что это бесплатно, вообще все бесплатно. И она в шоке. Как генерал армии опустился до того, и там еще вот сюжетная линия, что она весь фильм об этом думала. Она весь фильм думала, почему он так сделал. Почему генерал армии снял с них по 10 долларов. Вот в некоторых вещах, вот если честно, ребят, я еще сам тоже вот думаю, почему они так сделали. Почему они так сделали. Мечта. И на самом деле, если я мечтал жить среди богатых и счастливых людей, в каких-то моментах есть свои какие-то обиды, разочарования. Если они сами не хотят быть богатыми, зачем мне это надо. Ну, то есть вот и, скажем, какие-то, не то что мечты у меня исчезли, они вот как-то немножко так притуманились. И одна единственная мечта, которая не притуманилась, а наоборот, как бы драйнет на сегодняшний день, дает мотивацию двигаться дальше, это именно строительство города Амирсити. Каждый день, ну, наверное, какие-то в космос отправляешь свои. И каждый день что-то под руку попадается, да, которое, ну, добавляет какую-то идею, новую мысль, новое направление именно вот в строительстве Амирсити. И, да, я все-таки, ну, при всех, скажем, негативных обстоятельствах в Казахстане, в любом случае, я верю, ну, как бы, в будущее Казахстана, ну, не только в будущее Амиркепитал, да, в будущее Казахстана. И вот, кто смотрел интервью Германа Грефа, и ему такой каверзный вопрос задали. Кого вы считаете через 10 лет конкурентом Сбербанка? Ему задали вопрос такой. Кого вы считаете через 10 лет конкурентом Сбербанка? Вот прям серьезным. Кого вы боитесь, кого вы уважаете? Или там, ну, в этом смысле. И он высказал такую вообще сильную фразу, и меня это прям вдохновило. Он сказал, если государства, главы государств, правительства начнут диджитализироваться, то есть смотреть в сторону цифровизации государства, то, возможно, они поглотят или подомнут под себя весь бизнес. То есть диджитализированное государство – это очень сильный конкурент. И так далее, и так далее. И ему тогда коммерциализироваться будет достаточно очень легко, все будет прозрачно. И почему меня это вдохновило? Потому что, ну вот я много раз, ну, и сейчас повторюсь, что что такое государство? Что такое государство? Это сообщество людей, объединенное географическим принципом. То есть, или национальным принципом. Ну, скорее всего, географическим. То есть, просто вот ограниченные на какой-то территории людей – это сообщество. И сообщество бывает разных форм. Оно может быть и основано на географическом принципе, а может быть на идеологическом, или на интересах, или еще что-то. Вот, например, болельщики Спартака – это же тоже сообщество. И вот Амир Кэпитал, прежде всего, его ценность – это сообщество. То есть, условно, сообщество равно государству. И теперь соединяю. А Амир Кэпитал – это изначально блокчейн сообщества. Это изначально диджитализированное государство, которого Герман Греф и боится. И, соответственно, ну вот все эти идеи, так скажем, ну вот эти, ну, со всех сторон какие-то что-то сыплется. Вот чем хороша наша команда, да? И вот то, что сейчас вот новые ребята усилились, мы усилились благодаря вот новым партнерам, новым штатным сотрудникам. Я сейчас взял курс там на, скажем, очень сильное омоложение, так скажем. И прям вот… А нужны ли вообще новые сотрудники? Есть ли нужны, где можно посмотреть и какие это сотрудники? Потому что это тоже такой достаточно популярный вопрос. У нас практически во всех проектах постоянно кто-то нужен. И, соответственно, есть запросы о Ане Паникаровской, да? И вы можете на сайте есть в разделе «О нас», кажется, да? Там внизу оставить заявку, ну, там, резюме, ну, заявку на вакансию, да? Там вы можете, ну, посмотреть, что, ну, потребности. Какие требности. Да. А можете, если, скажем, ваша профессия там как-то не подходит туда, то вы можете просто о себе там оставить сведения. И, соответственно, ну, у нас 47 проектов, ребят, и они все развиваются, и, соответственно, огромная потребность и в кадровых ресурсах. И, да, есть собеседование, есть, ну, как, жесткий отбор, можно сказать, да. А Амировцы – это немножко люди из космоса, так скажем. Там надо, ну, мы недавно даже на одной из планерок смеялись над маркетологом. Нам в Амир Академию там маркетолог нужен был, и мы нашли там одного кандидата, и я там просто шутил уже, стебался. Я говорю, волосы розового цвета, да, там. Нам нужен человек просто, который вот, скажем, не имеет границ в голове. Вот. Ну, в общем, кандидаты. Ребят, в общем, подытожим. Если у вас нет границ в голове, обязательно заполняйте анкету, пишите о себе все, что… Если вы, в принципе, считаете, что вы подходите Амир Кэпитал, пишите, настаивайте всем, кому только возможно, и приходите в команду. Да, могу еще добавить, что первый год вы будете учиться. Мы будем тратить на вас очень много сил. То есть вы работали, вы хороший специалист в трехмерном пространстве. Я вот вам приблизительно говорю, что вы там сварщик седьмого разряда, но вы варили на земле, а теперь надо варить в космосе. А в космосе чем задача усложняется? Ты не понимаешь, где право, где лево, где вверх, где низ. И гравитация там немножко другая, да, там. И при этом нужно сварить то, что надо приварить. То есть надо не забыть своих навыков и при этом это делать в каком-то вот в новом пространстве. И первые полгода люди просто адаптацию проходят. То есть они привыкают к каким-то вот таким внешним факторам. И там на седьмой-восьмой месяц у них начинает что-то получаться. Ну и там через год он уже становится таким, ну, хорошим специалистом, который реально начинает помогать команде. Марат Амирович, как раз таки про космос. У меня есть несколько вопросов про метавселенную. Это такая достаточно актуальная и популярная тема на сегодняшний день, но многим хотелось бы в ней разобраться. Почему метавселенная называет одним из криптотрендов 2022 года? С чем связан хайп вокруг этой отрасли? Чем она перспективна и насколько потенциально прибыльна? На самом деле она, вот у меня складывается ощущение, что она вот прям лежала на поверхности. Почему раньше, там никто особо до этого не догадывался, ну то есть есть даже книга о том, о, как же она, «Лавина» называется. Тоже могу потом в чат скинуть, как она называется. То есть первое упоминание о метавселенной было как бы давно. И если говорить простыми словами, что такое метавселенная, на самом деле все мы живем в своих метавселенных. То есть мы картину мира видим сквозь призму своих знаний. И вот, например, наркомания, алкоголизм – это очень такой яркий пример метавселенных. То есть когда ты там выпьешь или там, ну скажем так, какое-то наркотическое средство, то ты попадаешь в какую-то свою метавселенную, где ты можешь делать все, что хочешь. То есть ты там стильный. Вот показывают же, там пьяный танцует, он плохо танцует, а показывают мозги пьяного, вот как он видит, как он танцует. То есть вот когда ты пьяный, тебе кажется, что ты там так красиво танцуешь, а когда на камере потом посмотришь, смотришь, ты просто вот, ну, просто вот, ну, как бы там шатался. А в голове в своей метавселенной ты прям там был прям танцор-дивка. Красавчик. Да, вот хайп метавселенных именно на том, что ты в другом мире можешь осуществить все свои мечты, все свои желания. То есть ты можешь быть голубоглазым блондином или женщиной. Например, ну, вот я прям завидую женщинам, прям вот завидую, вот, я не знаю, белое это, не белое, но завидую. И я, может быть, не знаю, в прошлой жизни или в будущей жизни буду женщиной, да, там. Ну, и с одной стороны, а каково это быть беременным, да, а каково это вот почувствовать, что внутри тебя растет жизнь, да, там. То есть у меня, может, ну, вот, есть же у всех людей какие-то вот бзики, да, там, слабости. У меня вот на беременных женщинах слабость вообще, да, там. Я просто... И вот посмотрите в глаза миллиардера и посмотрите в глаза беременной женщины. Взгляд один и тот же. То есть абсолютное спокойствие, абсолютная уверенность, ну, такое, прям вот внутренняя сила такая, да, там. И вот мне-то вселенная даст возможность мне это почувствовать, это пережить. И когда объявили о том, что это можно сделать, вот, 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 вот уже делают. И у меня вот это вот за 47 лет накопившихся желаний, там, светлых и темных желаний много. А тут же еще никто не подглядывает. То есть я могу строить свою вселенную. Я могу купить, вот, у нас вышла игра Star Force. Ну, сейчас еще выговорить надо, научиться. То есть вы можете покупать планеты за себя. Вот как раз-таки можно я вопрос задам следующий. Особой популярностью в метавселенных пользуется продажа и инвестирование в виртуальную недвижимость. За последние несколько месяцев, с тех пор, как Фейсбук стала мета и решила развивать метавселенные цены на недвижимость, диджитали выросли на 400-500%. Как вы относитесь к этому тренду, по вашему мнению? Это кратковременный хайп или действительно шаг в будущее? Это, я думаю, начало большой истории. Вот ты покупаешь, где ты можешь жить, где ты можешь обустраивать, делать именно все по своему вкусу, как угодно, где угодно. Там все ограничивается только твоей фантазией. Это тот мир, где ты действительно чувствуешь себя, ну, вот. Свободным. Да, тем, кем ты хочешь быть, да, там. Ну, а не лучше ли просто в обычной жизни быть тем, кем ты хочешь быть? Вот. Здесь, наверное, я думаю, что оно очень сильно повлияет и в обратную сторону. То есть многие люди, ну, да, они думают, что вот здесь вот Путин все равно отберет. Или там что-нибудь, еще что-нибудь, ну, мы свою лень, трусость можем, ну, оправдывать очень по-разному, да, там. А в метавселенной, а потом, вернувшись оттуда, понятно, что ты понимаешь, что ты можешь это сделать и здесь. Вот на самом деле... То есть метавселенная такой мини-тренинг, где ты потренировался, посмотрел, как можно и как нужно, вышел в реальность и начинаешь это делать. Да, ну, тут самое главное не увлечься, имеется в виду, есть опасность, что ты там можешь остаться надолго. Вот посмотрите фильм «Черное зеркало», он очень такой показательный, там два друга, два друга детства, они с детства, вот прям друзья-друзья, там, ну, как бандиты дерутся, такие мужики-мужики, прям. Они женились, у каждого, там, по двое-трое детей, уже там пузики отросли, и они с детства играли, ну, вот, двое дерутся, знаменитое Нортон Комбат, да, называется вот это вот. Ну, ты выбираешь персонажа, например, ты там, китаянка, каратистка, а против тебя какой-нибудь, там, с иракезом, там, какой-нибудь, там, рокер, да, там. Даже я играла в эту игру. Да, ты выбираешь вот это, и вот посмотрите эту серию «Черного зеркала», это сериал, и они внутри игры влюбились друг в друга, и внутри игры начали целоваться. Два мужика с пузами внутри игры начали целоваться, и уровень тактильных ощущений, ну, вот, костюмов, ну, вот, этот, им давал возможность прям чувствовать. И они, ну, просто страсть их захлестнула, вот, реально страсть захлестнула, и у них внутри метавселенной была любовь просто неземная. Но когда они возвращались, им стыдно было друг другу в глаза смотреть, это два пузатых мужика. И вот весь фильм, как бы, вот, посмотрите, вот, как мозг будет работать. Оно вроде бы, ну, скажем, такое креативно-творческое, иногда даже, там, не дай бог, да, там, да, там. А вы просто, вот, откройтесь в свое сознание и просто представьте. И там они, ну, итог фильма в чем? Один бородатый, другой усатый, оба взрослых. Он говорит, в баре они напились вдвоем. И говорит, давай так. Сейчас, говорит, мы с тобой поцелуемся в засуши. Если искорка будет, значит, все это правда. Они там, ну, в общем, в итоге поцеловались, говорят, фу, ну, и у них вот такое, да, 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 там, фу. И они потом в итоге это рассказали женам. И жены в итоге им разрешали это делать раз в полгода или раз в год. И раз в полгода, раз в год две влюбленные души друг друга. То есть на земле они как бы были друзьями, а в виртуальном мире они любили друг друга. Оно просто, страстно. Это вот такой наивысшей, ну, там, можно сказать, пушкинской, лермонтовской любовью. И они скучали друг по другу. И раз в полгода они прямо прилипали друг к другу, там, наслаждались. Так, Марат Амирович, давайте перейдем дальше. Да, ну, вам, может быть, более станет понятно, что такое метавселенная, да, там. Ну, это только начало огромного пути. Это начало огромного пути. У меня как раз-таки следующий вопрос. Какие самые перспективные токены из сектора метавселенных вы можете выделить? На какие проекты инвесторам стоит обратить внимание? Это венчур. Это венчур, поэтому здесь, ребят, на цвет и вкус, как бы, прям, товарища нет. Как ляжет. Поэтому, ну, то есть, завтра я буду виноват в чем-то, да, там. Изучайте, не торопитесь, может быть, начните с каких-то малых сумм. Ну, может быть, если просто визуально понравилось, да, или там сама идея понравилась, ну, 10-20 долларов. Ну, и со временем, соответственно, там увеличивайте. Сейчас толковых, ребят, очень много. Ну, скажем, выстрелят только процентов 20, да. Ну, все под Богом ходим, даже вот, ну, на нас, посмотрите, 4,5 года, ну, вот, даже на старуху бывает проруха. То есть, вроде бы, шли даже, прилетело вообще оттуда, оттуда вообще не ожидали. Ну, я сейчас, как бы, оглядываясь назад, понимаю, что это нам надо было. Вот для оздоровления и дальнейшего, ну, скажем, роста, развития, это прям вот надо было. Марат Амирович, ну, вы об этом уже много раз говорили. Давайте все-таки дальше по вопросам пройдемся, а то мы не успеваем. У нас 8 минут осталось. Будет ли после нормализации кошелька, после нормализации ситуации начисление каких-либо бонусов инвестора? Еще раз, Светлана, чуть-чуть пропадали. Будет ли… Пропало сейчас слышно, хорошо? Да, сейчас слышно. Слышно. Будет ли после нормализации ситуации начисление каких-либо бонусов инвестора? будет ли после нормализации кошелька и потом раз пропадает каких-либо бонусов инвесторам мы готовим много много подарков много-много приятных сюрпризов мне просто например кости меня за это ругает наш батуев он грит основа принятия решений быть с нами не должна быть взятка но мы готовим кучу всяких разных подарков но подарки все они дай бог запускается 1 февраля да то есть моя монетизация лет это 1 февраля и мы обсуждали скидки и руштам сказал скидок не будет он будет я считаю что скидки это взятка клиенту но мы готовим эйрдропы и баунти программы по токен сейла то есть каждый обладатель они рволет но я это уже озвучивал это может мы будем делать и solar воли там то есть мы будем делать эйрдропы и например человек может просто скачать наша мир воли и ничего не делать течение пяти лет на 5 за пять лет ему накапать монет из 50 или 100 проекта и этим монеты будут давать там x100 x1000 соответственно если там на начальном этапе это 10 центов то x1000 это 100 долларов пример ну и соответственно если это 50 монет то это у тебя 5000 долларов да то то есть это вот ну как подарки подарки которые скажем скором будущем мы уже запускаем это такое может быть ну стандартное мы в качестве там продвижения в качестве то конечно много других каких-то плюшек будем продумывать придумывать у меня в общем еще два вопроса ребят на самом деле на отчетном вебинаре марат амирович очень много рассказывал про перспективы про выводы мы сегодня повторили это в начале эфира поэтому обязательно пересмотрите так как наша передача называется все-таки крипто мир мне уже хотелось бы постепенно от наших трудностей хотелось бы перейти к профессиональным вопросам про криптовалюту и вот задать надеюсь успею вам дефай 2.0 миф или реальность известно что дефай 2.0 это совокупность проектов направленных на решение проблем дефай 1.0 о каких проблемах и слабых местах идет речь чем не совершенно уже существующие дефай протоколы во первых для конечного пользователя они еще достаточно высоко интеллектуальны то есть массовый пользователь ему сложно разобраться ну в диджитализации или в блокчейнизации и наверное там терминологию можно использовать разную ну там говорить дефай 2.0 на самом деле мы развиваемся мы становимся ближе к массовому пользователю и соответственно многие вещи будут упрощаться на данный момент очень высокие комиссии малое количество участников очень много уязвимостей и если ты не опытный пользователь то в 90 процентах случаев ну скажем проблем которые возникают там на этапе ну вот пользование вообще крипторынка в целом 90 процентов это ошибка самого пользователя то есть ошибка на стороне самого пользователя и ну как так называемые такие внедрения защиты от дурака упрощение каких-то вещей чтобы ну вот ребенку даешь смартфон и там годовалый двухгодовалый ребенок если там недельку в руках со смартфоном посидит то он уже лучше вас разбирается на какие кнопки нажимать где какие мультики загружать и как что делать вот то есть должно быть интеллектуально ну очень просто чтобы любой пользователь мог понимать все преимущества все ну скажем пользовательские преимущества вот для конечного для меня да там как для меня для конечно и соответственно сейчас мы там экспериментируем условно что-то как-то запускаем благодаря там скажем первым энтузиастам какие-то появляются первые продукты соответственно мы там закидываем помидорами потому что там что-то там отвалилось что-то там сломалось что-то там исчезло что-то там развалилось но без этого никак это как малыш который учится ходить и периодически падает но каждый раз когда он падает он встает и дальше идет вот то же самое в развитии любой технологии блокчейн технологии вот этих дефай проектов всех и соответственно да там какое-то улучшение мы можем назвать его 2.0 3.0 ну как бы оно ни называлось в любом случае это улучшение развития и ну я думаю что это такой естественный природный процесс что вот когда интернет запускался было 2е потом стало 3g потом стало 4g вот то же самое будет происходить с блокчейн технологии ну и в том числе всех продуктов и направлений которые вот связано делаются на базе дефай это вот на базе блокчейн технологии делаются децентрализованные финансы да там и соответственно мы тоже хотим внести туда огромную лепту и вот наши токены скажем добрая их половина будет на дефай размещаться на дефай биржах размещаться это тоже даст во первых объем во вторых там приток там новых пользователей это повлияет на снижение комиссии на улучшение каких-то сервисов мы зайдем туда уже с какими-то своими чуть-чуть улучшенными решениями и так потихоньку будем развиваться радомирович последний вопрос на сегодня действительно ли вы верите до сих пор что биткойн будет стоить больше миллиона долларов и какие прогнозы на 2022 год по биткойну и эфириум уверен не то что верю уверен что биткойн будет стоить больше миллиона во-первых я уже это много раз говорил что это программное обеспечение это всего лишь код и сообщество биткойна очень сильная и она сильная и дружная и все заинтересованы в его развитии то есть доминизация его может падать то есть сейчас она там уже менее 40 процентов она может упасть до 10 но с учетом развития вот просто посмотрите отчеты вот ну там по open see так примеру три с половиной миллиарда оборотов ля-ля-ля это только вот за начало 22 года неполную за неполный январь и это же не что-то откушенное от старого а это появление нового то есть экономика будет расти наверно с такими размерами как и информация то есть сейчас если вся экономика планеты оценивается там 5 квадриллионов долларов то есть там через десять лет это будет 50 квадриллионов долларов и мысль потерял с чего мы начинали суть ладно действительно ли будет биткойн то есть десять процентов он будет цифровым золотом он будет скажем основой базой всей блокчейн технологии даже может быть в дань скажем почтение классика да но в любом случае он удобен и на сегодняшний день идеальней блокчейн платформы я не видел и не видел возможно solar chain будет более совершенной версией ну вот на рынке сейчас там более тысячи платформ блокчейн платформ и ну как второй преследователь но вы знаете там эфириум да там он ну на порядок уступает да он более хайповый он более там ну скажем молодежный он более ну сейчас адаптируемый под какие-то проекты да но с технологической точки зрения он на порядок уступает и в блокчейн платформе биткойна white paper заложен смарт-контракт и минимум десять процентов он все равно удержит и именно из этих то есть даже здесь не то что верю да вот верю а это просто математический расчет когда вы предполагаете что он будет больше стоить миллиона долларов по вашим математическим расчетам и я думаю скоро ну вот если вы больше пяти лет или меньше уйдет на это последнюю треть это будет 2029 вот скажем гарантированно что будет выше миллиона 29 от 29 к 39 году я думаю там от миллиона до пяти миллионов возможно произойдет раньше вот гарантированно двадцать девять от двадцать девятого года и далее я не исключаю что это может произойти и в двадцать третьем году прогнозы на двадцать второй год ну скажем внешний рынок не очень хороший вот общемировая и политическая обстановка на фондовом рынке то есть скажем вот без 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 как беспредельное печатание денег всем миром она не может пройти бесследно ну то есть какой-то ну скажем такой болезненный период мы должны пережить пройти и по моим расчетам это вот должно произойти в двадцать втором году и скорее всего нас еще первое полугодие ну скажем поболтает да вот мы третью неделю стоим вот реально стоим просто стоим и стоим но ребята выжимают молодцы каждый день планерку с трейдерами провожу и в принципе из того что есть что-то выжимают может быть больших рекордов не ставят но и не ниже среднего так скажем в рамках штатной работы наших трейдеров ребята в принципе профессионально молодцы я ну как бы всегда хвалю и они вот ну ежедневно выполняют свою работу и вытаскивают нам нужную прибыль да марат амирич вот прям вот прям мы уже задерживаем эфир по времени все таки меня знаете такой вопрос когда биткоин будет стоить больше миллиона долларов конечно же а мир капитал будет существовать но не боитесь ли вы что в тот момент будет очень много партнеров выводить себе эти миллионы долларов готовы ли вы в амир вале два уже это предусмотреть заранее еще раз неустанно повторяю истину один биткоин стоит один биткоин мы не меряем его долларами может пройдет десять лет и вы забудете про такие валюты как рубль тенге там вы будете вспоминать про них как у нас помнишь вот были какие-то цветные бумажечки такие как же они назывались давай светлана подсказывай я не знаю рубль рубль да вот рубль такие смешные цветы то есть на самом деле вот не боимся не боимся потому что у нас портфель биткоина приумножается в биткоинах человек приносит биткоин уносит биткоин приносит USDT уносит USDT вот чуть-чуть уделите время и ну вот разберитесь как работает управляющая компания и вот уделите шесть часов времени посмотрите отчетный вебинар потому что Амир Кэпитал это не только управляющая компания это вот у вас сложилось впечатление если ну как бы она женщина значит она плохая женщина то есть если биткоин и доверительное управление трейдинг это значит вот это с одной стороны управляющая компания Амир Финанс это всего лишь маленькая и не самое большое ой то есть не самое важное подразделение Амир экосистемы Амир Кэпитал то есть есть 47 проектов есть Амир Эксченч есть Амир Волин есть управляющая компания и вот когда вы вот разберетесь во всем этом то есть у вас картина мира ну немножко улучшится ну как будто вы очки одели бывает ты плохо видишь и там ну повседневки их не носишь а там раз одел и прям как будто глаза протерли вот прям вот ощущение ну наверное очкарик у меня поймут вот очки одеваешь и вот прям вау там все так хорошо видно вот точно так же уделите немножко времени и у вас будет эффект вау Амир Кэпитал это не только ценный мех да это три а может и четыре килограмма высококалорийного мяса Амир Кэпитал записывать сторис хотя бы иногда живые это опять же от наших подписчиков к вам большая просьба хотя бы иногда что я, Марат Амирович, ребята, работаю если честно я чувствую себя в углу стоящим нашходившим ну скажем провинившимся мальчиком и мне ну вот пока я не запущу кошелек прям вот стыдно чем-то чего-то хас ну я ладно я я услышал постараюсь и буду почаще выходить что-то записывать всем большое спасибо спасибо большое да всем всего доброго хорошего вечера спасибо обязательно Global Star Club возможности безграничны